здравствуйте дорогие друзья и снова в эфире fight master cup 3 3 чемпионат по смешанному единоборству в донецке добрый вечер дорогие друзья с нами сегодня как всегда владимир марков и шелегеда роман смотрим бой в 77 килограмм роман огульчанский представитель клуба fight master и и представитель пересвета да халибеков вазир очень атлетичный спортсмен ну рома у нас тоже очень очень серьезного уровня спортсмен посмотрим будет очень интригующий поединок слушаем нашего орех анонсера и смотрим ждем выход донецкого спортсмена разминает память что свою карьеру рома начинал наверно под твоим тренерским оком и первые шаги в вольной борьбе делаем под твоим руководством скажем так не первые шаги первые шаги он делал под руководством заслуженного тренера украины олега немашкалова я скажем так взял уже какой-то отрезок времени тренировал уже здесь донецке его очень хороший парень очень работоспособная очень умные самое главное из моих с ним тренировок то есть рома показывает быстрое мышление быстро схватывает думающий боец интересный разноплановый боец но я его помню пять лет назад рома не знал что такое ударка и его ударная техника сводилась бэгэбэй сегодня он уже техничный боец выступает и много соревнований по кикбоксингу выиграл слышали он между мастер спорта международного класса по боевого самбо мастер спорта международного класса по рукопашному бою то есть это очень значимые заслуги учитывая вольную базу прошлый парень и тоже еще молодой можно сказать начале пути роман уже дрался в лиге и себе абсолют чемпион чем беркут он там выиграл свой бой вот надеюсь что такие поединки привлекут внимание матчмейкеров и промоутеров российских и мы его увидим скоро на международной арене ну смотрим его соперник в озеро ребята приехали с ростова моих встречали гости из россии из ростова ребята настроены очень позитивно хорошие бойцы хорошие в общении люди тоже очень правильно смотрят на многие вещи как он выходит мы видим элементы шоу то чего не хватает еще нам немножко от наших местных бойцов которые еще мало прошли таких больших комических турниров напомню что клуб пересвет является одним из лидирующих клубов южного федерального округа одним из основателей лиги про и все из организаторов многих турниров этой лиги да там уже большой клуб с хорошей уже историей смотрим на ногах у вазира борцовки соответственно тоже парень пришел нас наверное из борьбы и по комплекции похожи очень раньше борцу можно было отличить по их ним поломанным ушам то сейчас бои смешанных едино-борств это наверно квинтэссенция и симбиоз всех техник и тяжело определить потому что они поломаны от мизинцев до до ушей на универсалы универсальный и смотрим слушаем ригана 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 носора напомню что ребята живут этим что они выходят туда не ради денег а деньги это лишь сопутствующая их нему движению они выходят потому что ихняя жизнь это единоборство они бойцы по духу и мы видим как бы они не дрались они потом вместе общаются в них очень дружественные отношения и очень лояльны вне ринга друг другу все-таки у нас по сравнению с америка и отличается винта ментальность у нас люди общаются после боев нормально ну наверное больше что это показное что их не вот эти треш-то генге и оскорбления этот больше для привлечения публика на это наверное менталитет уже народа когда публике нравится мне не нравится и мне не нравится и за чистый спорт я за друг друга относится с уважением наши зрители будут предпочитать и проявление духа чем предпочитать не да конечно же есть ли они на грязи именно так паре не себя надо проявлять приходите чаще на такие мероприятия поддерживать начинается первый раунд смотрим смотрим заряжены 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 на победу ох и мы видим слава стилда смешно мощно мультира понес вперед в азир пытается доминировать сразу прижимает к сетке романа смотрим он так визуально покрепче до выглядит покрепче скажем так это не романа категория рома выступает 70 килограмм это категория 77 килограмм напомню что многие из бойцов гоняют до 10 12 килограмм чтобы войти вес позавязались возле сеточки контролирует вазир пока месь зажимает коленкой дорабатывают смотрим вышел рома из сложився не очень приятной ситуации для себя и начинает методично до подбирать ключи своему оппоненту легкий на ногах да легкий очень хороший рома на ногах очень сухой длинные руки длинные ноги длинные ударные конечности и видящий боец думающий смотрит если мы видим не идет не бьет наугад все выверено лоу прошло от романа обозначил проход опять очередной лоу кик жесткий влетает в ногу вазиру апперкот попал зацепил да попал есть по трассе вот мы видим до попадание и добавка добить до законченого досрочно но хорошо пока контролирует вазир да и спасается а защищал этой вязкостью спасается до буквально сейчас выжил он ну да и данной ситуации в случае надо завязать романа смотрим что он к что он и сделал привязал руку роме нельзя поддаваться на такую работу нужно выходить стойку мы видим что стойки у него полная доминация и попытка ищет ищет проведения дай ищет вазир кимуры на ура будет вырвать руку на болевой а называется он кимура в честь основателя который придумал этот прием начал его практиковать использовать до соревновательных практиках не помню на боюсь ошибиться но фамилию него была ким у меня была кимура да это прославленный джудаист на чем этот прием дело и с него началась практика применения таких болевых это с помощью рычага вы выкручивание руки в плечевом суставе очень болезненный прием стойка подымает стойку вот смотрим как грамотно вазир от защищался за на кимура выжил сейчас сейчас не хватило роме буквально 1-2 попаданий для того чтобы закончить досрочно ну но это соперник не дал скажем так вот отлично движение на ногах отличный футверк ну вазир сразу хочет реваншировать вас да в такие сленговые названия футверк это работа на ногах вот мы видим так хорошо защищается романа прохода но неудачная защищался роман и опять попытка кимуры от вазира опять попытка кимура да этим приемом он этим приемом он просто переводит до акцент на защиту романеды заставляет его защищаться он уже не думает о нападении мы видим попытку провести удар коленом вот опасный прием этот многие встречи заканчивались победой еще одна попытка провести коленом атаку контролирует спину роман и заставляет свой оппонент опять попытка кимура опять перейти в защитную работу работа коленями мы выдевает бедра вот такой работы мало не хватает ребятам она не видно на общем фоне во время боя но она очень очень выматывает коленями по бедрам приносит очень большой урон отбивает ноги но соответственно на битых ногах очень тяжело двигаться конечно и замедляется сразу соперник по моим работам романа активная до концовки работа до накидывает он в голову чередует голову переводит на хорошо перекрывается в вазир перекрывается но все-таки долетает долетая он раунд отдает но тем не менее выживает это напоминает мне рывки больших хищников которые не успев догнать жертву на первых секундах выматывается и уже не могут противопоставить свою мощь скорости оппонента вот мы сейчас видим вазир очень мощно ринулся вперед и сейчас ну вот заканчивается у нас первый раунд что такое не хотят расходиться заканчивается первый раунд ну явно забирает роман даром полная доминация сейчас рома и вот мы видим один единственный удар который может быть даже решил исход от апперкот был очень жесткий апперкот мы видели что первый апперкот не дошел до своей цели 2 такое же действие она была выверена подготовлена увиденная рома и вот я говорю очень думающий боец смотрим на вазира тяжело дышит тяжело думаю что рома покажет себя еще на многих смотрим настрой настрой секунданты настраивать секунданты вот эмоционально настраивает потому почему рома дышит видно что он готов продолжать и в углу мы видим тоже знаменитого спортсмена донецкого русалова из макеевка да это обильтарова руслана руслан час уже много выступает это начало поединка это от вазира до два раза попал вазир хорош хорошим правом тоже мог закончить принципе да да хорошим попаданием колено сейчас влетела в челюсть мощные ребята осмотрим теперь работа трава на рима перкот который да вот поплыл заставил до упасть вазиров скажем так уже после этого перкота он уже понимал что спасение у его было в там в партере до тем стойки и да вот видим что много ударов размашистое до цели доходит лишь некоторые из них смотрим второй раунд начинается умение рационально работать вот это еще чуть-чуть не хватает но опять же это приходит с опытом поэтому от боя к бою спортсмены растут и мы видим поединке несколько боев назад и сейчас это уже небо и земля смотрим попытка бэкфиста от вазира ну замедлился до замедлился начинает искать очередной лоу-кик очередной лоу-кик замедлился и видно видно залега киды прыгать в ноги разу залега прыгает ноги приглашает в партер в партере продолжался бы наверное ему там комфортнее да владимир как ты думаешь ну чем стоя что в стойке он проигрывает по скорости по таймингу до вазиру надо искать частью борьбе тем более он это понимает ложится приглашает партер явно но должен понимать что рома база у него вольная борьба поэтому это не тот человек которого надо приглашать в партер тем более мастер спорта международного класса по боевому по боевому самбо это о многом говорит 10 декабря рома в составе сборной команды днр выезжает в москву на черед мира по боевому самбо и представит и донецкий команду файт мастер на таком очень знаменательном событии смотрим подымает судья в стойке все отказываются отказываются мы видим да и мы видим отказ соперника на победа нашего это очень интересный прецедент очень редко когда так уровня спортсмены отказываются видно сильно измотал отдал силы этому бою мы поздравляем романа с очередной яркой красивой победой запишутся как технический нокаут до владимир пока у нас нокаута не было на этом турнире да это первый технический нокаут можно так засчитать про но не можно он так и будет по судейским записям был забудет засчитан как технический нокаут конечно сведу не состоянии продолжать поединок одного из соперников до все-таки нанес урон в первом раунде рома я думаю что апперкот был именно тем решающим действием ну и смотрим на левую ногу вазира которая уже не просто отбита вся в кровоподтеках потому что вот эти лоу кеки которые наносили работа коленями и работа коленями очень принесла свою поздравляем рома красивая победа может травма какая-то озеро мы не знаю возможно ну желаемого удачи на него еще не раз увидеть на нашем турнире и вот слушаем очередной раз спортсмены из пересвета показывают свое внимание к публике и вот это мужской поступок надеемся что этот бой соберет очередной турнир файтмастер и рома проявить себя на все лучше молодец хороший бой показал это наш общий друг на вечная память это тот человек который ставил первые удары первые шаги в ударной технике романа это были совместные наши жаги мои андрея смотрим следующий бой да просто представили нам и вот бой вечером подошел последний главный бой у нас впереди самый титулованный на сегодняшний день представитель клуба файтмастер и ренат латифов встречается с представителем клуба македон александр луначевский 84 килограмм крепкие ребят крепкие ребята мощные спортсмены и вот представляют рената латифова очень большой огромный багаж выступлений профессиональных единоборствах у рената статистика говорит сама за себя во многих лигах свои силы пробовал ренат очень много ярких побед ну как для любого бойца не исключены поражения на его пути ну владел поясом про и все это многом говорит это очень да серьезная лига значимый пояс ну и сегодня ренат возглавляет файт карт нашего турнира и сойдется с представителем ударной школы ударной школы человека который выступает по такому направлению как ушел санда мы знаем что это очень динамичный вид наши спортсмены выступали по этому виду спорта посмотрим у рената огромный опыт он выступал и в лиге м1 и в лиге файт найт очень крепкий спортсмен хорошего телосложения ничего лишнего видим нету сухой очень жесткий в борьбе сам лично на себе ощущал хорошую жесткую борьбу серебряный призер чемпионата европы по ушу санда серьезное достижение это нот по рекорду 00 но как говорили он не ведет рекорд специально это такая манера этот боец идет вопреки всем рекордам он их не записывает такую статистику не ведет поэтому на наш вопрос об информации про рекорд спортсмена он ответил рекорд не виду поэтому крепкий крепкий тоже парень смотрим в любительская карьера у него очень хорошая была он базовый кикбоксер увидели его на профессиональном турнире по боевому самбо один очень красиво выигрывал у своих оппонентов очень хорошая у него ударная техника на хорошем уровне поэтому бой должен быть интересный интригующий такой весовой категории до каждый пропущен удар уже может стать решающим и привести к досрочному завершению боя уверенный взгляд настрой очередной очередной вопрос что же сильнее клетки это ударник либо борец сейчас посмотрим клетка показывает как говорится на представляет клуб македон донецк рост 173 сантиметра вес 84 килограмма возраст 28 лет дебютант на профессиональном ринге уже не юноша но одинаково по антропометрии по возрасту до 2 бойца уже возрастных уже много боев в активе и 1 и 2 но мы видим что александр чуть крупнее немножко физически рената и вот бой вечера все зрители в ожидании бойцы готовы бойцы готовы первый раунд начинается смотрим александр сразу занимает центр ринга клетки извините по привычке говорю напомним зрителям впервые за эти два года октагон появился у нас донецке и уже все любители смешанных и наборств на всех предстоящих мероприятиях будет лицезреть уже данный вид спорта можно сказать первооткрыватели клетки было несколько до лет 5-7 назад практиковались были у нас давно это было турниры да когда привозилась клетка но в связи со сложившейся ситуации да вот мы видим пропустил удар пропустил два действия и вынужден перевести работу до в клинче в партер ренат после пропущенных действий до скака говорится свою стихию смотрим александр вяжет не дает развить атаку хорошо пробил александр да да получается попал апперкотом боковым и еще потом добавил один одно действие четкое попадание свой актив вот мы видим что взял ренату отдышаться взял гильотину но он чуть-чуть без фиксации ног да она лишь небольшой дискомфорт он она причиняет так что ренат очень опытный борец что он себя чувствует в борьбе как рыба в воде очень хорошо ориентируется вот сейчас мы видим он улучшает позицию выходит да для того чтобы уже разбить своего оппонента из выгодно для себя позиции боковой контроль и вот контроль 1 1 из самых до ну александр выходит саша очень динамичный дауды колено на животе у ренат один из самых его жесткий кадров и вот мы видим очень интересный прием заводит ногу ренат как это рум прием называется это канарейки это канарейка вот мы видим связывают ногу и попытка болевого но александр срывает засрывает захват получилось сорвать захват очень вовремя потому что если там еще не какое-то время и можно было сдаваться александр ну терпеливый боец поэтому смотрим принадлежат за выйти на ноги ренат работает спокойно разбивает контролирует он сейчас спину да не дает своему себе нельзя так александру отдавать спину и вот мы видим до бэк попытка маунт до попытка выйти на удушение и суплекс в исполнении рената еще такой затяжной он был но все таки красиво тяжелого оппонента очень много сейчас усилий ренат потратил наверное на публику больше был рассчитан этот прием а вот вот мы видим выход на треугольник да сейчас перейдет на спину на вышел александр очень очень резкий боец сорвал уже два практически закрытых захвата но здесь надо работать александру вот это его стихия ну увидим ренат уводит опять переводит работу в партер не рискует вырвать бросок амплитудно вырывает и опять занимает позицию до full mount и планомерно начинает разбивать мы видим отдают спину саша и отдает шею отдает шею на смотрим идет закрывается замок да идет удушение все и сдача успешно проведен удушающий прием иринат латифа выиграют бой вечера мы его поздравляем ну а сашу желаем дальнейшего роста первые шаги на проф арене он достойный очень хорошая вот мы видим хорошо пил 4 5 5 ударов попала поспешил он мне кажется сближаться поспешил чуть-чуть да и отдал преимущество 1 начал вязать в партере наверное это повлияло на итог дал ринат отдышаться и завершить этот бой борьбой но спортсмены делают выводы я надеюсь что мы их увидим на нашей площадке еще не один раз ринат латифов побеждает с этим поздравляем а александра тоже поздравляем с хорошим боем вот мы видим болельщицы поддерживают ну на этом мы подведем итоги всем счастливо надеемся до скорых встреч будьте здоровы надеюсь вам понравилось занимайтесь спортом даже себя в форме